Вопрос такой. То, что сегодня, в 2014 году, мы отдалились от природы, это понятно. Но я спрашиваю не об этом. Когда мы обращаемся к этой науке, то мы видим, что она очень сильно основана на связи мужского и женского начал. Мы видим, что есть такие понятия, как зевуги и так далее. Все базируется на интеракции между мужским и женским началами. Все. Плюс на минус дает жизнь. Если я хочу развиваться духовно, то меня не интересует путаница в современном мире. Я хочу продвигаться наиболее эффективно. Вот эта классическая модель мужчины и женщины, их совокупление, рождение детей. Должно быть как в этом мире, как ветвь и корень. Должно быть. Что это дает моему духовному продвижению? Ты обязан реализовать в этом мире то, что имеет место быть в высшем мире. Обязан. Просто очень. И женщина не обязана, а на мужчине лежит обязанность. Все согласно высшим корням. Потому что мужчина гевер, от слова «идгабрут» преодоление, у него есть такая сила, а у женщины нет. Поэтому на нее не возложено условие, что она обязана быть замужем. Если есть возможность, то она обязана. А если нет возможности, то что она может сделать? Как будто так. В то время как мужчина обязан, ему нельзя успокаиваться, пока он не найдет себе жену. У Рабаши это было, я рассказывал много раз. Он не принимал. Человек ждал всю жизнь, пока ему пустят заниматься. Я ему привел 40 парней, он их не принимал. Я просто с ума сходил. Об этом мы не говорили. Как это у нас вылетело из головы, я не знаю. Я ему обо всем рассказал. То есть, скоро они придут. Я с ними изучал птиху, и они задают вопросы. Кроме того, что женаты, не женаты. Это было настолько ясно. Он спросил, сколько им лет? Он говорит, 26, 27, 28, до 30 лет. Такие были. Более-менее. Ну и все. И когда они начали приходить, что значит начали приходить, пришло, пришли они в 10 в 11 утра, часть из них, другая часть вечером, 20, 30 пришло, не помню сколько. Он так смотрит, я вижу, что он очень доволен. Доволен, молодые, сильные, парни нормальные. Закончили школу, не какие-то там лодыри. Ну, покуривали немножко. Но так не особенно. Не преступники, не уголовники учились. И вдруг так, между словами, я сказал, они могут снять одну квартиру на 5, даже на 10 человек. Он спросил, как это? Ну, так что? Даже в одной комнате двое-трое могут жить. Тогда он понял, что они не женаты. Нет, я их не принимаю. Ты знаешь, что это такое? Для меня это был шок. Как это не принимаешь? Не принимаю. Давай, посылай их обратно. У него это было очень просто. Человек отказывается от всей своей жизни. Вот так. Я пошел, выкурил несколько сигарет, пока начал понимать, как с ним разговаривать. И сказал, ну, мы быстро организуем все, несколько недель, нужно с ним поговорить. Они уже боялись, что действительно, потому что увидели, что все серьезно. Я сказал, хорошо, будем женить. Я ему сказал, что да, они готовы. Пока они женятся. У меня взяло несколько, несколько часов. И у меня были с ним такие связи, что я его понимал, он меня понимал. На человеческом уровне очень, даже без слов. Я понимал его. И здесь я вижу, что не идет. Это было такое жесткое условие. Он говорит, мой отец не позволял мне присутствовать на уроке, пока я не женился. 18 лет, после свадьбы, он сказал, все, завтра можешь приходить на урок. Ты понимаешь, о чем речь? У нас нет выхода, но мы должны понять, что корень и ветвь обязаны быть. Ты в этом мире можешь делать все, что ты хочешь. А духовное остается духовным. Если ты хочешь идти вперед, ты должен... У тебя должна быть семья, дети. Он сказал, очень просто. Ты можешь жениться. И послать ее в Америку. Ты женат. Ты не можешь с ней договориться. Кто тебя просил договариваться? Иди домой. Потом приходи ко мне на урок. Потом иди на урок. На работу. После работы снова приходи ко мне на урок. Потом идти домой. Поздоровайся. И иди, ложись в кровать, спи до завтра. До завтрашнего урока. Потом опять иди на урок. Все проблемы в семье из-за того, что слишком много друг с другом разговаривают. Это не смешно. Все должно быть сбалансировано. С другой стороны, он сказал, ты должен сидеть с женой, читать с ней статью, учить. То есть не пренебрегать. Знать, как ставить все на свое место. Это не смешно. Я не хочу здесь провоцировать какие-то анти-настроения. Но нужно понять. Вместе со всеми современными веяниями я не вижу, что люди очень довольны всем происходящим. Чтобы никто не видит, что у него сегодня дела идут лучше, чем 50 лет тому назад. Потому что критиковать каждый может. Но как бы то ни было, человек должен быть женат, у него должна быть семья. Должен быть. Никто ему не говорит ничего. Сегодня ему уже нет, так как было у него. Не позволяют человеку приходить учиться, если он не женат. Но это неправильная форма. Ты можешь сказать, если бы я не был женат сегодня, какая свобода? Я встал утром, свободен, иду на работу, иду, возвращаюсь, никто не мешает. Вечером, друзья, утром, друзья, прихожу учиться, могу поехать. Никому ничего не обязан. Да? Да. У тебя есть четверо детей, чтобы они были здоровы. А если один из них, не дай Бог, заболел, то у тебя уже как будто что-то на голову упало. Ты прав, но это часть исправления. Мы этого не понимаем, но это часть исправления, как болезни, как все остальное. Ты должен это принять как часть исправления. Так я понимаю их, что они избегают создавать семью. Если ты даже одного ребенка родил, ты уже на 15, даже на 20 лет уже попал в рабство. Да, в рабстве, естественно. А потом это тоже не заканчивается, я тебе гарантирую. Но это часть исправления. Ты видишь на всех уровнях, Авраам, Ицхак, Иаков, все уровни. Всегда дети рядом идут с тобой и добавляют тебе тяжесть, плен. Если ты не хочешь, если бы не исправление, это не было бы оправданно. Поэтому сейчас происходит выяснение, для чего мне это. Лучше всего без этого. Зачем мне это? Скоро изобретут такой медикамент, проглотил, мне больше не нужно никаких наслаждений. Для чего у меня женщины, наркотики, какие-то деликатесы. Проглотил что-то, наслаждаюсь и все. Необходимость исправить себя, обяжет человека, принять на себя весь этот балласт и все это рабство.